Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и конечно случайные зрители. Если вы еще не подписаны на канал пар, обязательно подпишитесь. На этом канале много интересных видео и много полезной информации. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, ведь в этом видео мы поговорим о цихлидии Моногуанский Ягуар. Сразу хочу отметить, что данная рыбка встречается очень редко и некоторым аквариумистам она вообще может не встретиться никогда. Однако мне повезло и в мои руки, а точнее через мои руки, если можно так выразиться, эта рыбка прошла, правда только одна и в юном возрасте. Возможно, некоторые из вас уже догадались, почему Моногуанский Ягуар или как их еще называют Монаги редко встречаются в аквариумах любителей. Все дело в их крупных размерах и очень агрессивном поведении, однако давайте начнем знакомство с Ягуаром с их естественной среды обитания. Естественным ареалом обитания считается Центральная Америка. При этом основным местом считается Гондурас река Улуга и в Никарагуа озеро Монагуа. Однако по большому счету ее можно встретить в абсолютно разных водоемах Центральной Америки, как в реках, так и в озерах. Более того, этими рыбками заселяют даже искусственные водоемы, так как у себя на родине Монаги считаются промысловой рыбой, то есть ее выращивают для того, чтобы потом съесть. Ее размер в таких водоемах достигает около 60 сантиметров, а вес примерно 3 килограмма. Но для нас с вами, для аквариумистов, эта рыбка цена не своими вкусовыми качествами, а необычным окрасом. Вообще рыба Ягуар впервые получила известность еще в далеком 1867 году, когда была описана Гюнтером. Это популярный в то время зоолог немецкого происхождения. Теперь, когда мы познакомились с ее ареалом обитания, давайте перейдем к теме содержания Монагуанского Ягуара в домашних условиях. Начнем с основы, с аквариума для этой рыбы. Как я уже говорил выше, максимальный размер Монаги около 60 сантиметров, но вырастить такую крупную особь в аквариуме еще никому не удавалось. Обычно в аквариуме максимальный размер около 40 сантиметров. Соответственно, для одной особи минимальный объем аквариума от 70 литров, но это не значит, что для пары подойдет 140 литров, то есть ровно в два раза больше. За счет того, что Ягуары очень агрессивны даже по отношению к сородичам и яростно обороняют свою территорию, аквариум для пары должен быть запасом, то есть он должен быть больше, как минимум от 300 литров. А вот если нужно подселить к Монагуанским Ягуарам рыб другого вида, то следует отталкиваться от полутонны. Понятное дело, что одну особь этого вида содержать скучно, а 500 литровый аквариум или даже аквариум на 1000 литров далеко не каждый может себе позволить. И тут дело даже не в обслуживании и уходе, а в квадратных метрах жилой площади. Поэтому Ягуары чаще встречаются в офисных аквариумах, в ресторанах и прочих общественных местах. Как и для других представителей цехлит, Монагуанский Ягуар нуждается в теплой воде от 24 до 28 градусов. Для поддержания постоянной температуры необходим обогреватель. Конечно, нужна хорошая аэрация воды и, конечно же, фильтр. На большой объем фильтр актуально ставить внешний или самп. Но помните, что фильтрация, какой бы хорошая она ни была, не панацея и подмену воды делать необходимо. Тут стоит сказать о том, что Ягуары кушают не очень аккуратно и часть пищи остается несъеденной. Да и отходов от этой рыбы достаточно много. Подмены воды необходимы и порой не как обычно 15% от общего объема, а все 50. В противном случае велика вероятность болезни. Оптимальные показатели воды стандартны. Кислотность от 7 до 9, примерная жесткость от 10 до 15. Стоит сказать и о том, что Монагуанский Ягуар не любит яркого освещения, но тут каждый аквариум не скрутится кто во что гораст. Одни приглушают свет лампы подручными средствами, другие переделывают освещение, а третий использует плавающие растения. Как оформить аквариум для этой рыбки особого значения не имеет, однако живые растения с ними не приживаются. Бывают конечно исключения, но это очень редко. Обычно все оформление заканчивается любым хардскейпом. Единственный момент, в качестве живых растений можно использовать все то, что не нужно укоренять. Роголисник, кладофора, ряска и прочее. Выбирая грунт, помните о том, что Монагуанский Ягуар его будет обязательно рыть, перебирать и переносить с места на место. Проследите, чтобы камешки были без острых углов и не смогли повредить рыбку. А коряги и крупные камни закрепляют так, чтобы Монаги не смогли их сдвинуть. Теперь немного о кормлении. В первую очередь нужно учитывать, что Монагуанский Ягуар хищная рыба. Рацион должен быть разнообразным. Конечно, сегодня существует множество различных промышленных сбалансированных кормов от разных производителей, но не стоит останавливаться только на одной сушке. Монаги очень любят полакомиться дождевыми червями, рыбным филе, креветками и даже головастиками. А вот мясо теплокровных животных предлагать не стоит. Они конечно его с великим удовольствием съедят. Съедят все, а не вообще съедят все, что вы дадите, но последствия после такого кормления могут быть необратимы. Также этим рыбкам дают замороженные корма. Например, мотыль. Однако обращайте внимание, чтобы замороженный корм был предназначен именно для крупных рыб. Помните о том, что при качественных условиях содержания и при достойном кормлении Монагуанский Ягуар может достаточно долго жить, около 15 лет. Мы уже касались агрессивного характера этих рыб, но они обсуждали самое важное, с кем все-таки можно содержать эту рыбку. Порой Монаги проявляют агрессию даже к рыбе, которая больше размерами. Естественно, все, что размерами меньше, считается едой. По большому счету нужно выбирать в соседей крупных рыб, которые могут дать сдачу. Например, астронотусы, араваны, пираньи паку часто подсаживают крупных кольчужных самов, скатов. А вот со своим видом дела обстоят хуже, особенно в период нереста. Но если объем позволяет, то можно посадить и несколько ягуаров. Однако еще в раннем возрасте ягуары разбиваются на пары. И если пара образовалась, то третий будет лишним. Третьего будут гонять. А если, например, у самца умерла самка, то не факт, что он примет другую. Велика вероятность того, что он ее убьет. Не стоит думать, что ему одному будет скучно. Монагуанские ягуары году своей жизни становятся половозрелыми. Отличить в этом возрасте самца от самки нетрудно. Самцы более яркие, они крупнее самок. А анальный и спиной плавник заострен. В то время как у самок он округлый. Как сказал чуть раньше, эти рыбки сами выбирают себе спутников жизни. Перед размножением самец ухаживает за самкой и роет грунт, делает гнездо. Если пара монах сидит в общем аквариуме и демонстрирует такое поведение, то вам лучше их отсадить в нерестилище. Так и им будет спокойней, и все соседи останутся невредимыми. Ну а вообще нерест конечно же можно простимулировать обильным кормлением и повышением температуры. Ягуары могут отнереститься в любое время года, но считается, что самое лучшее время июнь. За икрой ухаживает самка, а самец яростно охраняет территорию вокруг гнезда. Как правило, на третий день проклевываются личинки. Скармливать молодое поколение можно на уплее артемии, инфузории или яичным желтком. Мальки растут неравномерно, и тот, то крупнее может съесть своего маленького собрата, если конечно их не сортировать по размеру. Первый год мальки моногуанского ягуара растут очень быстро, и году своей жизни достигают примерно 20 сантиметров. Дальше рост замедляется, но продолжается до трех лет. Тут стоит сказать, что взрослые или даже пожилые особи меняют окрас и становятся желтыми. Напоследок добавлю, чем меньше объем аквариума, тем дольше будет набирать максимальный размер моногуанский ягуар. Некоторые аквариумисты в погоне за идеальными условиями в аквариум с этими рыбками добавляют сухие листья дуба, чтобы вода приобрела темный цвет, как в естественном водоеме. По сути, от таких действий рыбке хуже точно не будет, а разнообразить ее жизнь можно. На этом видео подошло к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok